Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию упрощенный вариант вручейника, который можно изготовить из подручных материалов. Актуальная личинка, тоже практически круглый год, тем более в преддверии зимы. Как всегда, будем использовать минимум материалов. Крючок я взял граб-шримп, прокатал свинец и хорошо огрузил цевьё. Изготовил из лески глазки и закрепил два пёрышка фазана с хвоста охотничьего. Потом мы его уже приведём наши усы в порядок, когда будет готова наша личинка с вами. В качестве основных элементов, которыми мы будем изготавливать тело, нам понадобится леска. Но желательно, чтобы была до 1 мм в диаметре, так как более толстая нежелательно. Почему? Потому что будут некрасивые рёбра на нашем ручейнике. Материалы я сразу начинаю крепить по длине всего тела, немножко нетрадиционно. Вот глазок. В качестве тела я буду использовать вот такую обыкновенную нитку, которая была в какой-то тесьме. Мы её будем с вами распускать, делить вернее, поделим пополам и будем изготавливать из неё дабиновую нить. Отрежем сколько нам необходимо. Остальное уберём. Сегментировать, то есть украшать ещё дополнительно. Я буду, как обычно, вот таким люрексом, который продаётся в галантерином магазине. Для замены можно использовать любой материал, который вы сочтёте нужным. Также можно проволоку использовать и практически все материалы, которые можете вы заменить. Важно соблюдать пропорцию и цветовую гамму нашего ручейника. Дошли до начала загиба и здесь мы останавливаемся. Подровняем немножечко теперь все наши переходы, которые у нас образовались. И закрепим теперь плёнку. Плёнку я взял обыкновенный, как всегда, полиэтилен, который из упаковки, но не из обычной упаковки, а он несколько плотнее, чем обычный полиэтилен. Посмотрите сами, что у вас будет под руками. Если у вас есть плёнка фирмы Хэнс, которая используется для изготовления личинок, пожалуйста, можете её использовать. Закрепили и теперь окончательно выровняем наше тело. Нить можно будет удалить. Подровняли с вами тело. Я вот так обыкновенно даббинговой иглой разделил нашу нить, которую мы закрепили с вами. Слегка промажем с одной и с другой стороны клеем. И в качестве тела я буду использовать вот такой даббинг фирмы Хэнс, который оливкового такого цвета, светло-оливкового, совсем-совсем немножечко, вот буквально до только лишь касания, мы нанесём немножко нашего даббинга. Так, чтобы слегка придать ворсистость нашей даббинговой нити. Длину я обычно беру, ну, не более 10 сантиметров, для того, чтобы удобнее было работать. Я считаю, что лучше в крайнем случае потом взять и ещё дополнительно изготовить тело. Подготовили вот так наборку. Буквально складываем небольшими порциями, как вы видите, на нашу нить. И потом я беру её вот так закрываю. Закрыли. И здесь же, никуда не перекладывая, я одной рукой прокручиваю. Вот так приблизительно будет достаточно. Вот лишняя вот такая лохматость, допустим, её можно убрать, но и в то же время она нам с вами мешать абсолютно не будет. И аккуратно, учитывая то, что тело мы уже с вами подготовили, начинаем изготавливать наше тело. Доходим до уровня грудки. И как вы видите, у нас окончательно теперь и достаточно нашего материала. Учитывая то, что у меня нить достаточно длинная, я этой ниткой сделаю завершающий узел. Остатки удалили. Так, теперь нам необходимо взять наш любимый инструмент и слегка нашу ворсу сверху убрать. То есть это у нас будет с вами и ручейник, и бокоплав. Ну, в большей степени, конечно, напоминать будут ручейника. Для того, чтобы закончить часть тела, которое мы изготовили, я беру теперь наш люрекс и начинаю аккуратно обматывать наше тело. Дошли до уровня крепления грудки. И опять же, у меня длина достаточная, то есть я нить не креплю. Остатки удаляем. На место крепления я нанесу капельку клея и установим теперь с вами другую нить. Закрепили новую нить. Учитывая то, что у нашего ручейника грудка должна быть темной, я буду использовать серый даббинг. Можно использовать коричневый. То есть, как вам будет лучше. Это вы уже выберете для себя сами. Но я его буду использовать несколько в другом варианте. Обхватываем нашу нить. Стараемся не сжимать. Прокручиваем нашу нитку. Так, чтобы у нас только лишь захватилась шерсть нашей нитки. Совсем-совсем немножко. Только бы прихватило. И вышла вот такая, вроде бы и пышная, но и в то же время достаточно крепкая наш даббинговая нить. Формируем, проматываем неоднократно на одном месте, сформируем пышную такую нашу головку вместе с грудкой. Дошли до уровня крепления глаз. И я в районе глаз буду использовать уже вот такой даббинг, который в наборе. Совсем тоже немножко наносим. Проматываем до первого касания. И теперь уже промотаем с небольшим шагом нашу грудку, возвращаясь обратно к нашим глазкам. И аккуратно теперь промотаем между глазок, чтобы скрыть следы даббинга. Вышла вот такая симпатичная грудка, которая нам необходимо сейчас привести в порядок, так, чтобы у нас вот ее вот нижняя часть была и боковая хорошо вычесана. вместе с той шерстью, с которой мы изготовили с вами даббинговую нить. Вот приблизительно вот так. Нижняя мы уберем, оторвем. Желательно отрывать, а не отрезать. Теперь мы берем окончательно нашу пленочку. Но учитывая то, что мы уже не сможем подкрасить нашего ручейника, я возьму немножко вот такой слегка шартрес цвет и подкрашу верхнюю часть моего ручейника. Берем пленочку и теперь аккуратненько как при изготовлении бокоплава подводим к месту крепления усов за глазки. Слегка подхватили и переводим нить после одного оборота сразу к глазкам за глазки. И здесь уже выполнили пару оборотов. Остатки можно удалять сразу. Слегка натянули пленку и удалили. На место крепления добавим немножко клея. годится. Сделаем узелок чтобы нить никуда наша не убежала и теперь приступим к сегментированию тела. от качества сегментирования теперь будет зависеть вся красота. Следим за тем чтобы наша пленка никуда не убегала ни влево ни вправо не подтягивала за собой волоски. дошли аккуратно до глазок и теперь уже здесь окончательно закрепим материалы удалим остатки и приведем теперь уже нашу мушку в надлежащий порядок. Нанесли буквально капельку лака на чехольчик я его покрасил черным и подогнули немножечко усы. Как я уже говорил если у вас имеется в наличии вот такая вот допустим пленка хендесовская она бывает разных цветов и оттенков и ширины пожалуйста используйте. Вот и все благодарю вас за внимание до скорых встреч до встречи. Продолжение следует...